все отлично понеслась а где границы чего входит да не крутить наверно не надо ну давай вот этот символ входит так и вот здесь вот этот магнит а все входит вообще круто так хорошо поехали значит первый сюжет нам надо разобраться что такое мат ожидания x относительно сигма алгебры то есть вы привыкли к тому что математическое ожидание x это число математическое ожидание с чайной величины x если а вот здесь события это тоже число а здесь фишка состоит в том основное что мат ожидания x а если вот это вот это сигма алгебра вот это сигма алгебра первая самая основная фишка что это случайная величина вот это самое важное что то что мы получаем это случайная величина но давайте попробуем ее посчитать дать начнем с простого примера пример такой предположим что завтра вот мы смотрим в светлое будущее там завтра там будет либо дождь либо снег либо ураган ураган и допустим моя прибыль завтра x от моя прибыль моя прибыль завтра будет либо я допустим зонтики продаю плюс 10 миллионов рублей плюс 3 миллиона рублей и минус 5 миллионов рублей это вероятности вероятности к примеру 02 0503 окей нормально вот ну давайте и введем три сигма алгебры разных первая сигма алгебра я не знаю что будет завтра то есть у меня нет никакой информации кроме вот этой таблички я знаю что завтра может быть либо дождь либо снег либо ураган но никакой кроме этого информации о списке возможностей с вероятности у меня нет то есть первая сигма алгебра сигма алгебра человека который в курсе вот законы распределения но не в курсе ничего остального она вот такая второй персонаж это такой синоптик который умеет предсказывать будет ли завтра снег добро вот вот он не может понять будет ли дождь ураган а вот про снег он в курсе да ну там там не знаю утки низко клином пошли и будет снег да да вот соответственно вот этот персонаж он отличает какие события ну пустое все они в любую сигма алгебра да он отличает события снег а вот дождь и ураган он как бы он понимает завтра не будет снега это я могу предсказать а вот дождь или ураган черт его знает окей это второй синоптик и третий это такой экстрасенс магическим кристаллом он значит так вот смотрит и он идеально предсказывает будущее да магический кредо красава вот так вот то есть это ну в общем все давайте так напишу это сигма алгебра он может определить будет ли дождь может определить будет ли снег может определить будет ли ураган то есть у него такая сигма алгебра крупная да у него много 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 событий окей что я написал ну сигма сигма алгебра порожденные событиями ну потому что она короткая здесь прям можно написать четыре события мы же говорили что сигма алгебры вообще объекты сложные и как правило там очень много событий а ну можно было ну можно было здесь написать сигма от с вот так можно 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 элегантно то есть еще раз я могу полностью выписать сигма алгебру могу написать порождающий элемент да можно даже у здесь убрать ну да как бы да или там условно говоря сигма которая содержит пустое на понятно что самое ну то есть что такое сигма это самая маленькая сигма алгебра которая содержит вот того кого я перечислил то есть можно посчитать сколько событий всего в 3 понятно что я имею право их комбинировать да могу объединить эти два объединить эти два объединить все три то есть на самом деле вот в этой сигма алгебра там всего восемь событий на просто ленивый не стал их выписывать окей нормально да не 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 у меня такая простая ситуация да это как бы простенькая модель вот либо завтра дождь либо снег да я написал что исключают друг друга вот ну в этот такая модель вот а теперь представим себе что каждый из этих трех чуваков пытается посчитать мат ожидания убытка вот ну давайте начнем значит посчитаем мат ожидания от x при условии f1 посчитаем мат ожидания от x при условии f3 ну потому что вот эти крайности они очень просто считаются и мат ожидания от x при условии f2 то есть еще раз как надо понимать вот мат ожидания от x при условии f это наилучший наилучший прогноз прогноз x персонажем персонажа который различает события из f различает события из f вот наилучший в каком смысле что вот если мы обозначим это x крышечкой то минимизируется по всем возможным по допустимым x крышечкой минимизируется мат ожидания от квадрата ошибки прогноза вот но давайте посмотрим смотрите первый персонаж он не знает что произойдет завтра он знает табличку распределения поэтому как он будет считать свой прогноз x а как он будет читать свой прогноз x а если этот первый персонаж он не знает что завтра будет но знает закон распределения закон распределения известен да просто как обычное мат ожидания согласен а как зовут маша да да маша абсолютно права если у меня нет никакой информации я не могу предсказывать снег там дождь но я знаю табличку ну уж как я с прогнозируясь и меня просят вот прогноз спрогнозируй то есть этот то есть если на самом деле завтра будет дождь у меня будет прогноз какой-то если на самом деле завтра будет снег у меня будет такой же прогноз вот ну давайте посчитаем значит здесь будет 2 плюс полтора минус полтора двоечка согласны вот это один край другой край представьте давайте вот это обзовем x1 с крышечкой это x2 нет это x3 с крышечкой это x2 с крышечкой давайте их вот сюда напишем эти случайные величины вот я их просто допишу в табличку то есть прогноз который строит персонаж который не знает что завтра будет он не может строить отдельный прогноз когда будет дождь то есть он не может в прогнозе говорить а ну если дождь то я спрогнозирую 5 а если снег то я спрогнозирую 7 да он обязан везде делать одинаковый прогноз да это грубый прогноз хорошо x3 с крышечкой это другой край вот если я знаю что завтра будет и знаю закон распределения но если завтра будет дождь то как я спрогнозирую свою прибыль я посмотрел кристалл кристалл не говорит завтра дождь какой будет мой прогноз моей прибыли 10 если я посмотрел кристалл он говорит мне завтра снег губы и как раз прогнозирую прибыль 3 абсолютно верно но не 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 еще раз мой прогноз если на самом смотри вот это что реально будет завтра что будет завтра завтра будет если на самом деле завтра будет дождь то какой я прогноз и сделаю я же не знаю что будет завтра поэтому прогноз я сделаю 2 мнение это как бы один тот же прогноз всех этих чисел вот а этот персонаж если он почувствовал что завтра будет дождь и он скажет а ну понятно моя прибыль будет 10 если он знает что завтра будет снег ну понятно он предскажет прибыль 3 не понял число 2 а я смутила что знак написал ну хорошо давай напишем вот окей хорошо и x2 вот это уже интересный персонаж давайте посмотрим как бы вот этот персонаж он такой прикольный это такой вот синоптик который кое-что знает но не все давайте напишем тут варианты вот реальное завтра реальное завтра что видит что видит номер человек номер 2 и оптимальный прогноз ну потому что он второй синоптик мы договорились что он умеет предсказывать будет ли снег поэтому он знает будущее не идеально конечно конечно если реальная завтра дождь то тот синоптик который определяет наличие снега он сделает ага я чувствую что завтра снега не будет он понимает что завтра дождь или ураган то есть если на самом деле завтра дождь то я вижу что завтра дождь или ураган вот если на самом деле завтра ураган то я чувствую что завтра дождь или ураган если на самом деле завтра снег то я Я чувствую, что завтра снег. Соответственно, если на самом деле будет завтра снег, я это почувствую. И какой прогноз я выдам в этой ситуации? В этой ситуации я выдам какой прогноз? Три. Ну, потому что если я чувствую, что завтра снег, ну, опять же, я знаю закон распределения. Закон распределения вообще известен. Нормально? Вот, хорошо. Да, а для тех, которые мы не можем спрогнозировать идеально, мы будем огрублять случайную величину. То есть у нас вот здесь вот будет одно и то же значение какое? Ну, 0,5 это немножко, конечно, неправда. Вот. Не, не совсем. Ну, смотрите, давайте я попробую степень уверенности посчитать. Вы не забывайте, что вы в условностях работаете, и поэтому ваша уверенность, она все-таки должна растекаться в единичку. Да, то есть мысль какая, что вот если на самом деле снег, то я как бы думаю снег, то есть что это означает? Я считаю, что дождь с вероятностью 0, ураган с вероятностью 0, а снег с вероятностью 1. То есть я вот эти старые вероятности обновил до 0,01. Окей? Если на самом деле ураган, я чувствую, мое вот ощущение мне говорит, дождь или ураган, таким образом вероятность дождя, вероятность урагана и вероятность снега 0, а дождь и ураган, надо обновить вероятности. Они уже будут не 0,2, а 0,5. Да. Надо же, чтобы сумма вероятности вышла на сколько? На 1, а пропорция осталась. Поэтому, чтобы пропорция осталась, я должен 2 и 3, значит я их увеличиваю в 2 раза, да, и будут вероятности 0,4 на дождь и 0,6 на ураган. Окей? И здесь то же самое. Если на самом деле будет дождь, я чувствую, что будет дождь или ураган, и соответственно вот здесь вот я обновляю веса вероятности по формуле условной вероятности. Я просто сейчас понял, что это все то же самое, что если мы записали бы 0,5. И поделили бы на сумму. Да, и поделили бы на 0,5. Да. Конечно, поделить на сумму чисел. Да. Вот. Поэтому здесь будет прогноз какой? Он будет 10 на 0,4 минус 5 на 0,6, и того будет 1, кажется, да? 4 минус 3. Да? Ну на 5, да. Вот. 1 получается. Соответственно, x2 с крышкой это такая случайная величина, которая принимает значения 1, 3 и 1. Окей? Дальше возникает вопрос, как ее записать, то есть мы как бы посчитали, как записать ответ. Ну здесь мы можем записать ответ, что вот это матрождание это просто сам x, ну потому что вот этот столбик ничем не отличается от столбика x. А как записать этот ответ? Ну либо условием, либо с помощью индикаторов. То есть у вас есть два варианта записать условия. Либо вы можете сказать 1, если, если что? То 1, если x не равно 3, и 3, если x равно 3, правильно? Ну я как могу вот это записать? Либо скобочкой, либо могу записать с помощью индикаторов, сказать, что это... Все понимают, что такое индикатор, да? Что означает запись индикатор там y больше 5, что означает вот такая запись? Да, это случайная величина, которая равна 0, если не произошло событие, которое там внизу написано, и 1, если произошло. Это 1 или 1? 1, ну иногда пишут, иногда пишут индикатор, да, ну то есть зависит от учебника, который вы читаете, иногда пишут 1, типа намекая, что это 1 или 0, иногда пишут i как индикатор, да, иногда пишут в скобках единичка y больше 5, иногда пишут индикатор в скобках там i какой-нибудь y больше 5. Ну по-разному обозначают, но по сути индикатор. Можно хоть как записать? Да, можно записать, соответственно, индикатор того, что x не равен 3, плюс 3 на индикатор того, что x равен 3, да? Можно так записать в строчку с помощью индикаторов. Окей? Разобрались? Вот, то есть первая важная мораль, что это случайная величина. У нее можно посчитать дисперсию, да, то есть я могу, пусть вас не пугает, кажется, ааа, что это? Как, например, посчитать дисперсию мат ожидания от x при условии f3, f2, да? Как посчитать? Ну поскольку это полноправная случайная величина, вот она, да, вот она. Могу я посчитать у нее дисперсию? Ну, могу, я не буду этого делать, окей? Ну, то есть первое, что надо осознавать, что вот это, это полноправная случайная величина. Все точно могут посчитать ее дисперсию из чего? Да? Ну да. Вот, то есть мы с первой мыслью, что это полноправная случайная величина. Для нее можно вставить закон распределения, там, не знаю, функцию распределения нарисовать. Ну, то есть полноправная случайная величина от ожидания, из дисперсии. Можно посчитать вероятность того, что она будет там больше двойки, да? Какова вероятность того, что е... То есть, несмотря на то, что кажется, ой, мат ожидания, ну, можно вот такую вероятность посчитать. Чему она равна? Ну, камон, это еди. Ну, смотрим, больше двух, это вот здесь. Вероятность того, что это три, какая? Ну, как 1-3, ну, написано уже, да? 0,5, да? Что-то меня смущает уже про дисперсию. А, то, что надо было посмотреть? Ну, конечно, надо было посмотреть на табличку, да. Нормально, нет? Все живы? То есть, первая мысль, которую я хочу объяснить, что первая, это случайная величина. Вторая мысль, что это огрубленная версия икса. Надо оставлять икс на тех исходах, которые мы идеально можем предсказать, и огрублять его, то есть, вот вместо 10 и минус 5, я хоп, огрубил до 1. Окей? Хорошо. Ладно, если мы с этим разобрались, что, значит, первое, что e от x при условии f, это огрубленная версия икса, но это случайная величина. Ну, бывает исключение. Вот. Значит, дальше следующий момент. Так, пойдем дальше. Ну, наверное, я, может быть, до конца не буду дорешивать следующую задачу, но все-таки, чтобы вы понимали, как ее дорешивать, следующее упражнение. Представим себе две случайных величины, x и y. x принимает значение минус 2, 3, а y принимает значение 0, 1, 5. Ну, и тут какие-то вероятности. 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Так, сколько у меня накопилось? 0, 1. Окей? Вот. У меня дана совместная табличка, то есть у меня есть пара случайных величины. Я хочу посчитать такую штуку, как e от y при условии x. Вот. То есть теперь здесь не сигма-алгебра, а случайная величина. То есть раньше там была случайная величина и сигма-алгебра, а сейчас случайная величина и случайная величина. Но на самом деле, если вы поняли, как считать 2, то на самом деле по определению, это просто определение, это математическое ожидание от y при условии, что я располагаю все информации, которые мне дает x. Это сигма-алгебра. Вот. Ну, давайте попробуем посчитать эту штуку. Окей? Нормально? Давайте на этом разуме. Что? А по определению? Это не какая-то теорема, это определение. Как считать матожидание y, если в условии содержится случайная величина? По определению надо считать матожидание от y при соответствующей сигма-алгебре. Идем дальше? Да? Так. Ну, вперед. Значит, смотрите. Давайте посмотрим, какие события содержат сигма-алгебра, порождаемая x. То есть, я индивид, который рационален, там, бла-бла-бла, но я вот знаю только чему Ryan X. То есть, вообще говоря, у меня тут сколько исходов разных в этом опыте, да? Исходов разных 6, да? Ну, там, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Окей? Ну, или можно там для удобства омега-1,1, омега-1,2, омега-1,3, омега-2,1, омега-2,2, омега-2,3, да? Вот, это возможные исходы. Но я не знаю, какой из этих 6 произошел, но я знаю x, да? С моей точки зрения, моя наделенность информации описывает, с какой сигма-алгеброй, какие события я отличаю. Пустое все. Я отличаю события x равен минус 2, я отличаю события x равен 3. Вот список событий, которые я отличаю. Мы можем отличить вот там вот эти омеги-1, которые... Ну вот, да, x равен минус 2, это вот эти 3 слиплись. x равен 3, это вот эти 3 слиплись. Вот, а отличить эту от этой я не могу. Окей? Вот она моя наделенность информации. И теперь я прогнозирую, то есть вот она моя наделенность информации. Я прогнозирую y, да? Ну давайте точно так же поступим. Что я могу знать, да? Вот так же, как вот мы заполняли здесь персонажем. Я могу, думаю, да, я... что я знаю, да? Я могу получить информацию либо о том, что x равен минус 2, согласны? Либо о том, что x равен 3, правильно? Как я пересчитаю вероятности? В этом случае я как пересчет вероятностей? Пересчет вероятностей. Какие будут вероятности, если я знаю, что x равен минус 2, то какие будут вероятности для y, для 0, 1 и 5? Ну, для 0 будет какая? 0, 2 для единички, 0, 2 и для пятерки 0, 6. То есть я их увеличиваю пропорционально так, чтобы в сумме они вышли на 1. Поэтому вероятности для y равного 0, 1 и 5 будут 0, 2 и 0, 6. Подберем так, чтобы дали единицу. Потом еще раз надо будет умножить или мы подберем? Один раз подберем. Зачем? Мы сразу догадаемся. Нужно один раз подобрать. Я понимаю, умножение на 2 это просто так удобно. Да. Не, ну потому что так вышло в данном случае. То есть условно я могу, чтобы сферу теперь хочу, да? Да. Да, 2 это не какая-то магическая константа. Вот. Типа всегда на 2. Нет. Ну, можно на 3, а может быть на корень из 3. Да, вот. А если я получу информацию о том, что x равен 3, то я пересчитаю вероятности как? Да, 0, 4, 0, 4, 0, 2. Что-то оно опять на 2 умножилось, но это действительно случайность. Добро? Потому что там опять 0, 5. Да, 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 да. Да. Вот. В этом случае мой прогноз y, если я знаю, что x равен минус 2, окажется сколько? 3. 3. 6, да, 3.2, а в этом случае прогноз y при условии, что x равен 3, окажется 1.4. Итого я могу записать ответ. Опять же, его можно записать двумя способами. Либо условием, либо с индикаторами, поскольку это случайная величина. Либо мой прогноз будет 3,2, если что? Если x равен минус 2. И 1,4, если x равен 3. И можно записать это же с помощью индикаторов. 3,2 умножить на индикатор того, что x минус 2, плюс 1,4 умножить на индикатор того, что x равен 3. Пойдем. Нормально? Да. Окей. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Вот. Ну, мат ожидания обладает вот этой условной кучей хороших свойств. То есть, как правило, его вот так вот в лоб редко считают. А вот там, ну, понятно, что мат ожидания условные от 5x при условии сигма алгебры f равно чему? Мат ожидания от 5x при условии f. 5e от x при условии f. Да, там куча аналогичных свойств. Да, то есть, есть некий набор. Я тоже сначала подумал, что это какой-то конкретный числ. Нет, ну, как бы конкретный, да. Вот. Значит, ну, какие свойства, да, давайте их напишем. Первое свойство, что e от альфа x плюс бета y при условии сигма алгебры f. Это альфа e от x при условии сигма алгебры f плюс бета e от y при условии f. Да, ну, альфа и бета это константы, да. Вот. Второе свойство. Ну, экстремальные случаи рассматриваем. Первый экстремальный случай, когда я все знаю. Если информации, чтобы посчитать x, нужно меньше, чем я знаю, то есть, смотрите, сигма от x, это сколько надо знать, чтобы сказать, чему равен x. А это сколько я знаю. Если я, чтобы посчитать x, надо знать меньше, чем я знаю, да, то тогда наилучший прогноз x, с учетом имеющейся у меня информации, это что? Это сам x, окей. Вторая экстремальная граница, если я ни черта не знаю, да, если f это пустое и все, то e от x при условии f, прогноз человека, который нифига не знает, да, это мат ожидания x. Вот. Вот это третье свойство можно немножко расширить, то есть, 3 плюс, это такой вариант третьего свойства. То есть, ну, как бы, если вот вы пришли на экзамене ни черта не знаете, то вот я от x при условии f, это я от x, да. Абайт такое, ну, вас спрашивают там, ну, вот что такое мартингал, а вы знаете, что за окном снег. Да, вот, вот, то есть, ну, как бы, если информация, которую я знаю, нерелевантна для x, то есть такое обобщение третьего свойства. Если сигма от x и f независимы, то есть информация, которая нужна, чтобы посчитать x и сигма алгебра f независимы, то e от x при условии f, чему равняется? Ну, то есть, здесь вы ни черта не знаете, поэтому вы прогнозируете константы. А здесь вы знаете много, но не в кассу. Да нет, почему? Ну, еще раз, закон распределения, вот, табличка, она считается общеизвестной, иначе мы не можем вообще считать никаким от ожидания. Такая же, да? Ну, то есть, считай, ну, как будто вы ничего не знаете, да? В этой ситуации вы можете забыть то, что вы знаете, то, что за окном снег, да? То что получится? E от x. Получается, по факту, это же одинаково лицо? Ну, нет, здесь f-то может быть здоровая сигма алгебра, просто она содержит много событий. А она не пустая? И все, там очень много всего. Что означает, что сигма алгебры независимы? Кто помнит, когда события называются независимыми? Нет, хорошо, когда события независимы, Маш? Есть вероятность их объединения? Ну, если вероятность их объединения, это что? Произведение, да. Произведение, да. Ну, так что, кто может полностью сказать? Что такое два независимых событий? Когда события А и Б называются независимыми? Да, вероятность пересечения А и Б равна произведения А и Б. О, отлично, как зовут? Владимир. Во, Владимир сказал общую финальную версию, да? Вот, соответственно, если вы помните, когда события называются независимыми, поскольку сигма алгебра это что? Это, по сути, набор событий. Сигма алгебра это мешок событий. Соответственно, мы говорим, что две сигма алгебры независимы, если, что вот означает эта фраза, потому что, может быть, мы не обсуждали, я не помню, есть у Пети в слайдах независимость сигма алгебр, вот, наверное, есть где-то, но если он случайно забыл, то давайте я напишу, что если любое событие А из сигма от Х и любое событие Б из Ф независимы, да? То есть, что означает? То есть, какое бы событие я ни беру из того, что мне нужно, чтобы узнать, чему равен Х, и какое я событие не беру из того, что я де-факто знаю, эти два события независимы, да? То есть, в сигма от Х входят события, которые что-то говорят про Х. Ну, например, там, событие Х больше трех, Х равен семи, Х делится на восемь. То есть, вот в этой сигма алгебре от Х есть куча всяких событий, которые как-то релевантны к Х, окей? То есть, здесь там всякие события, типа Х меньше восьми, Х больше шестнадцати, Х четное число, Х делится на восемь, окей? Здесь такие события. А здесь события типа за окном снег, Маша пошла в кино, вот, окей? Нормально? Вот, если любое событие отсюда и любое отсюда независимо, то вот такие сигма алгебры называются... Она с тобой тогда сказала, что не пойдет. Вот, окей? То есть, третий, это три плюсы, это такое развитие третьего. Вот. Понятно, что, кстати, вот эта сигма алгебра, она с любой независима, да? Вот эта сигма алгебра, она на самом деле независима с любой другой. Так, хорошо. И дальше есть еще одно такое прикольное свойство. Ну, на самом деле, может, там еще что-то есть? Давайте оставим место и перейдем дальше к Мартингалам. Вот. Ну, давайте еще одно четвертое свойство. Давайте я всю данную напишу. Четвертое, чтобы доску там оставить. Четвертое свойство, что мат ожидания от мат ожидания Х при условии F равняется мат ожиданию от Х. Вот. То есть, это свойство говорит, что если вы... Какой бы вы прогноз не строили, да? Неважно, какой информацией вы располагаете, в среднем ваш прогноз равен среднему от того, что вы прогнозируете. Окей? Вот. Ну, это случайная величина, да? Но у нас же в Тауру в Топрити там идет то, что Х кондишнл с Эпидем. Не, все нормально. Не просто Х. Все нормально. Ну, там, может быть, Петя еще другое свойство, более общее написал? Ну, здесь все правильно. Ну, да, да. Ну, такой частный случай. Вот. Ну, может быть, еще то, что можно... Ну, давайте пятое допишем. Можно констан... Ну, такое пятое – это обобщение второго. Пятое, которое оно же 2+. Если σ от Х содержится в F, то есть что это означает? Информации, которую я знаю, хватает, чтобы посчитать Х. Да? То мат ожидания от какой-нибудь функции от Х умножить на Y при условии F. Давайте подумаем, что здесь можно сделать. Вот, смотрите, я располагаю большим объемом информации. Моей информации хватает, чтобы сказать, чему равен Х. Соответственно, моей информации хватает, чтобы посчитать вот это вот F от Х. Нормально? Поэтому, с моей точки зрения, вот эта часть F от Х, она идеально предсказывается. Давайте я наверху напишу, чтобы а то не видно. Вот, давайте все так вниз смотрят. Давайте я сотру второе и напишу второе плюс. Второе плюс. Если σ от Х я знаю больше, чем нужно, чтобы... То есть что это? Как? Я знаю больше, чем нужно, чтобы идеально предсказать Х. то математическое ожидание от F от Х умножить на Y. С моей точки зрения, F от Х это идеально предсказуемая штука, известная мне. И что я могу сделать? Ну, то есть для меня это как будто 7, да, я это знаю, да? Но идеально можно сказать только... Предсказуемая штука. Вот Y надо огрублять, вот эту часть, вот Y, его может быть, я его не идеально знаю, может быть, его там надо усреднять по событиям, вот. А F от Х я идеально предсказываю, поэтому для меня я выношу за скобки. Окей? Нормально? То есть как бы доказывать это, ну, там надо уже хорошо лезть в основание теории вероятности с теорией меры, поэтому мы как бы будем верить в эти свойства, доказать их не будем. Хорошо, поехали. Что такое Мартингал? Ну, давайте, во-первых, скажем, что такое фильтрация. Кто помнит, что такое фильтрация? Не, не потому что, а последовательность. Да, я живу, сегодня я знаю, там, какая сегодня погода, а завтра я знаю, какая была вчера и сегодня, да? Да. Да, фильтрация это просто последовательность, раз, ну, давайте интуитивно, ну, хотя нет, интуитивно, вполне строго, растущая последовательность, ну, да, неубывающая, да, неубывающая последовательность сигма-алгебр, да, то есть это означает, что у меня есть какое-то F0, потом F1, потом F2, потом F3, потом F4 и так далее. Ну, давайте я приведу пример. Пример. К примеру, передо мной колода 52 карты. Я рациональный индивид, я все прекрасно помню, у меня не то, что короткая память, и я там помню три последних карты, то есть у меня короткая память, и я помню три последних карты, то мое знание это не фильтрация. А если я вот всю предысторию помню, какие карты выходили до момента времени T, то, соответственно, вот F от T это то, что я знаю, открыв T-карт. Я, значит, открываю карты одна за одной и ничего не забываю. Открываю. Да. А почему мы сейчас, ну, для чего мы сейчас берем фильтрацию как неубывающую последовательность? Оно всегда не убывает по определению фильтрации. Это не то, что я взял. У нас же фильтрация, например, с картами, да, мы не можем, например, мы не помним там первые карты, да, и когда мы дойдем до 52, у нас фильтрация уменьшится, потому что у нас первая карта. Не-не-не, тогда это не фильтрация. Смотри, еще раз. Бывает последовательность, представим, смотри, есть как бы какая-то, вот если я живу во времени, я могу быть нерациональным индивидом, могу забывать что-то. Ну, люди разные, да, ну как бы я тоже забываю что-то, что не там. Но есть математическое определение, такой объект фильтрации. Вот фильтрация, это последовательность сигма-алгебр, каждый из которых включает в себя события из предыдущих. По определению фильтрация всегда растет, то есть, ну в крайнем случае такая же. То есть, если у меня есть персонаж, который помнит последние три карты, и вот F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, это его наделенность информацией, то вот это F1, F2, F3, это последовательность для человека, который помнит только три карты последней, это не фильтрация по определению. Ну, просто последовательность сигма-алгебр. Ну, как, есть, ну смотри, есть, вот, понимаешь, есть такая монотонная последовательность числовая. Ну, вот, например, монотонная последовательность 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, это монотонная последовательность. А последовательность 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, она монотонная? нет не монотонные но на последовательность последовательность вот то же самое по определению фильтрация это такая монотонная последовательность сигма алгебра где каждое последующее включает в себя событий с предыдущей by definition это требование в определении вот это дефинишн фильтрации ну и каждая фыта еще сигма алгебра вот то есть каждый в один сигма алгебра а вот фильтрации когда растет итак давайте рассмотрим пример 52 карты открываю карты по одной ничего не забываю ничего не забываю ну и соответственно вот я запоминаю масти достоинства вышедших карт ну давайте такой контрольный вопрос смотрите ты это сколько карт было открыто ты просто чтобы почувствовать фильтрацию т сколько карт было открыто было открыто но смотрите f0 значит до того как я открыл карту вот лежит нераскрытая колода сколько там событий в сигма алгебре f0 пустое все я ничего не знаю до того как я открыл колоду окей дальше открыл первую карту сколько событий в f1 ну давайте кто может привести с пример событий из f1 ну хорошо пустое все да ну например события выпал туз пик или события ну приведи пример вот событий из f1 какой-нибудь словесная выпала девятка крестей еще пример события и вот все что что и выпало не выпала не девятка крестей еще пример события ну было уже как только одну карту открыли прошу еще пример события 8 хорошо сколько всего здесь событий в f1 ну сколько событий в этой штуке там большой нет до 252 там есть например такая события первая карта червы первая карта не дома первая карта король или валет первая карта король крестей или дома червей это все события на которые я могу однозначно сказать произошли они или нет открыв всего одну карту ok то есть там есть такие составные события что выпала девятка крестей или валет но не валет бубей да вот что такое там есть такие хитрые вот события вот поэтому там очень много событий вот уже здесь число событий которые я умею отличать уже 252 поэтому еще раз моя идея состоит в том что сигнал говорит очень сложные объекты там очень много событий в этих списках ok нет не надо пустой от когда ни один там есть примитивные и когда все все лампочки все пятьдесят две лампочки вытащить будет пустой вот потом f2 это сигма алгебра вот какие события я отличаю когда я открыл две карты ну например там есть такое событие что в первый раз выпала картинка а во второй раз не выпала картинка то есть там еще больше событий окей нормально можете посчитать сколько там событий на хороший вопрос но ладно главное что это фильтрация нормально ну хороший вопрос не надо разбить на примитивные события самое примитивное что может быть самое примитивное которое уже мельче не разбирается в первый раз выпал туз пик во второй раз выпал король крестей надо посчитать примитивные а дальше 2 возвести в число примитивных для конечных сигма алгебр это просто вот ну это хороший вопрос ну ладно давайте да можете размяться посмотреть сколько будет там вообще какое-то число больше чем число элементарных частиц во вселенной то есть минус так хорошо давайте дальше что такое мартингал что такое мартингал мини мартинал событий во-первых мартингал то есть смотри еще раз когда что такое фильтрация фильтрация это последовательность сигма алгебр где каждое последующее содержит предыдущую на хорошо что такое мартингал первое что это последовательность кого не менее последовательность еще раз так о пары из кого в чушь событий то что еще кроме событий бывает величины кто как прости пожалуйста вот да и так мартингал мы говорим что мы говорим значит что xd это мартингал по отношению к фильтрации фильтрации ft мы говорим что xd это мартингал по отношению к фильтрации ft во первых x1 ну там можно с нуля начинать ну там по разу начинаете надо с нуля и надо с единички надо там с минус бесконечности но неважно во первых это последовательность случайных величин до каждый из этих иксов это не попугает не крокодил а каждый из этих иксов это значит последовательность случайных величин хорошо это первый тезис с каким объектом мы работаем это последовательность случайных величин что еще должно быть хоть не любая последует случайных величин наилучший прогноз завтрашний следующий случайной величины это ну текущая до наилучший прогноз завтрашний при условии текущей информации текущая еще такое техническое условие что xd случайная величина xd измеримо измеримо относительно ft ну то есть это означает что информации содержащиеся в ft достаточно чтобы сказать чему равен сам xd то есть вот если я дожил до момента времени t я знаю чему равен xd а когда я пытаюсь предсказать завтрашнюю xd плюс первую то наилучший прогноз это ну хотя на самом деле 3 следует из 2 вот но давайте я выпишу это явно на самом деле конечно из 2 фразы следует и первое и и третье на самом деле как бы из 2 как бы мы же умеем считать монтаж дань только от случайных величин поэтому понятно что случайной величины но я просто предпочел я просто понял по предыдущей группе что как-то вот немножко ну и то же самое как бы вопрос что такое да вот формулировки то есть на самом деле вот из этого условия петя мог написать только его вот это же был бы прав но кто уж понятно мы умеем считать на ждать только случайных величин поэтому хом мартингал это все-таки последует случайных величин вот ну и как бы здесь из второго условия также следует и 3 ведь смотрите если зная информации в ft мой прогноз xd плюс 1 равен xd ну значит xd я могу посчитать располагая информации в ft вот хорошо ну ладно давайте рассмотрим какой-нибудь примерчик вот я выбрал специально такой очень красивый нестандартный пример то есть в домашке там будет нам чуть попроще вот я сегодня выложу у меня там уже есть куча идей значит по 7 сереби махалай махалай такой пример значит давайте по-прежнему у меня будет колоды карт я по-прежнему извлекаешь их из одной продолжение про карты продолжение про карты давайте вот сигма алгебра то есть еще раз опыт такой тот же самый я беру колоду она хорошо перемешана изначально я из нее открываю карты по одной ни черта не забываю ok опыт понятен я введу тут две последовательности но я сразу скажу что одна будет мартингалом другая нет ok вот значит я введу последовательность нт это будет количество открытых открытых тузов после открытия т-карт вот и еще у меня будет xt это доля тузов в неоткрытой части колоды в неоткрытой части колоды ну давайте проверим и у меня время будет бегать от нуля да давайте до 50 одного чтобы там не было проблем с делимостью на ноль вот давайте вот так нт это количество тузов открытых после открытия т-карт а xt это доля тузов в неоткрытой части колоды после открытия т-карт окей ну давайте проверим такой вопрос на понимание чему равно н ноль и чему равно x0 н ноль чему равно не количество открытых тузов 0 a x 0 это что такое это не количество это доля тузов в не открытой части колоды какова объем не открытой колоды в старт и момент времени 452 до согласен вот хорошо давайте такой тоже контрольный момент а какие значения принимает на краю n51 чему может равняться n51 вы открыли 50 одну карту сколько у вас может быть тузов на руках либо 3 нет 0 как ты 0 да так профи чувствуется да вот стадов до пяти до до пяти там да вот так в колоде 52 карты мы вроде где-то это говорил ну в общем давайте еще раз скажу 52 карты без джокеров вот значит какие я не принимает n51 34 а какие вероятности ну легко понять 4 будет когда когда внутри будет когда когда последний туз каковы шансы что последняя открываемая карта туз ника шансы что последняя карта туз не смотрите вообще-то не не никакая одна вторая не подожди еще раз когда у меня будет на момент открытия 51 карты 3 открытых туза если последняя карта туз какова вероятность последняя карта туз да такая же как первая последний в этом смысле чем не считается от 1 ну как у тебя был рандомно перемешана колода не-не-не-не подожди осталась-то одна карта но тузов и значит я же не говорю какой туз пик крестей смотри лежит колода какова вероятность того что вот эта карта последняя который я открою последний какая вероятность то что она будет тузом она может быть тузом пик она может быть тузом крестей она может быть тузом червей она может быть дамой бубей всего 52 варианта для последней карты подходит нам четыре поэтому вероятность тройки какая 452 и вероятность четверки какая ну методом исключений сколько ну сколько как 0 конечно 1 минус это вероятность 48 50 вторых почему странные не мы не знаем еще раз я пишу значение вероятности я пока не говорю про наш наделенность информации я говорю список значений случайной величины подожди вот когда мы говорим про мат ожидания про сигма алгебры мы говорим про наделенность информации а когда я просто перечисляю какие значения может принять это сочиняя величина с какими вероятностями я не говорю про свою наделенность информации еще раз подожди ну просто я обозначил количество открытых тузов буквой нт еще раз я не говорю то есть а дальше я могу спросить что-нибудь другой вопрос до другой вопрос смотри вот давайте объясню все-таки смотри это просто обозначение а вот если меня интересует мат ожидания от n51 если я знаю там f50 вот это другая зверюга да это прогноз n51 человеком который дожил открыл то есть вот это надо представлять себе васю который открыл 50 карт и который прогнозирует n51 да это другая задача но это это просто банально список значений с вероятностями вероятности должны давать сумме один как не крутись окей нормально вот хорошо давайте контрольный вопрос чему какие значения принимает x51 чему равно x51 доля тузов в не открытой части колоды сколько не открытых карт 1 значит доля какая один или ноль какие вероятности ну такие же да то есть 0 доля тузов будет если что до сорок восемь пятьдесят вторых и 452 нормально вот почувствовали что это случайные величины да просто пока на уровне почувствующую случайно величины ну теперь наконец вопрос я вам даже уже дал одну подсказку одна из последовательных то есть у меня две последовательности у меня последовательности н0 н1 н2 н3 н4 н онлайн 51 у меня вторая последовательности x0 x1 x2 x3 x 4 и x там 51 и у меня соответствование два вопроса является ли последовательность н 0 н1 н кем мартингалам и второй вопрос какой не безлиц является ли вторая последовательность мартингал можно даже спросить про ту которая не является является ли оно субмартингалам или супер мартингалам это тоже вопрос но давайте пока на уровне�ер tender не мартингал давайте попробуем с ну давайте попробуем например значит какое условие должно выполняться для настоящего мартингалом от ожидания темп плюс 1 при условии ft равно чему mt вот если м это мартингал то такое условие должно выполняться ok ну давайте проверять если я ну давайте проверим про n давайте начнем с первого условия чему равно мот ожидания от n1 если я еще ничего не открыл но давайте думать я еще ничего не открыл да я еще ничего не вижу никакой информации у меня еще нет поэтому в чем проблема в чем проблема f0 определено f0 это пустое и все я имею право считать мотождание по сигма алгебре смотрите мы с вами говорили что если я ни черта не знаю то условное мотождание это что обычное мотождание хорошо считаем обычное мотождание какие значения принимает n1 сколько тузов может быть извлечено после того как вы извлечете одного туза ну смотрите значит какие значения принимает n1 давайте табличку составим если вы открыли одну карту сколько вы могли извлечь тузов или 0 отлично какие вероятности 40 80 вторых и 452 нормально хорошо чему равно мотождание от n1 452 правда ли что это равно n ноликовому неправда поэтому последовательность тен это чего не мартингал то есть мы одно условие проверили на самом деле у мартингала там надо кучу всего проверять поскольку вот это условие как бы я квантер здесь не написал но какой здесь квантер это существует т для любого т хотя бы одно т да это для любого т разрешенного из диапазона муки да есть хотя бы для одного то все уже не мартингал вот поэтому с n быстро разобрались можно и дальше проверить но хорошо поехали теперь с иксом ну давайте попробуем сначала с первым но с первым будет мало нам придется с произвольным работать давайте попробуем значит мат ожидания от x1 если я ни черта не знаю ну какое значение давайте подумаем какое значение может принять x1 сколько вот вы извлекли одну карту сколько карт останется в колоде 51 значит какое значение может быть у x1 либо 451 либо 351 еще раз по смыслу x1 это процент тузов в еще не открытой части колоды после того как я открыл одну карту ok либо там осталось 3 туза либо там осталось 4 туза вероятности какие может быть кто-то их уже помню как куда первые 452 это я извлек туз а это я извлек не туза хорошо давайте считать мат ожидания от x1 при условии f0 опять пользуемся свойством если я ничего не знаю то условное мат ожидания равно равно просто мат ожидания вот маша уже знает свойства равно просто мат ожиданию окей считаем просто мат ожидания сколько 351 на 452 плюс 451 на 48 50 вторых сколько вышло выносим общий множитель ну ну выносим общий множитель там легко там не надо перемножать но смотрите 50 сколько 452 и опаньки а это же x0 ну это еще ничего не доказывает да да нам надо для всех пройти но давайте я не буду ну то есть как баланс x0 то есть пока противоречие что x1 это мартингал что на сумме x1 x2 xn последовательность называется мартингалом пока противоречий нет окей давайте я не буду для всех доказывать я возьму конкретный ну давайте какой-нибудь x10 посмотрим окей давайте посмотрим с десятом ну домашний для любого просто сейчас уже поздно и как бы если поймешь для десятого ну замени там вместо десятки к ну и как бы скажи то же самое проведи давайте посчитаем то есть но чтобы удобнее было говорить просто когда говоришь к ты туз давайте посчитаем вот такую штуку ну то же если ее понять то становится понятно все на свете окей вот если эту понять значит смотрите сейчас мы сколько карт открыли 10 согласны знаем ли мы чему там вышло ли на пятом ходу дома пик ну мы кучу всего знаем мы знаем кучу информации но из релевантного на самом деле значит смотрите давайте такой вопрос у меня такой вопрос знаем ли мы чему равно n10 знаем ли мы чему равно n11 знаем что из этого знаем что не знаю и не не предположить от знаем ли мы n10 знаем ли мы n11 это знаем это не знаем да ну точно да окей хорошо но n10 знаем для нас n10 это известная штука окей давайте теперь посчитаем какова вероятность того что карта номер 11 будет тузом с учетом нашей информации сколько тузов осталось в колоде 4 минус ну давай в обозначениях наших 4 минус сколько вышло сколько вышло мы знаем это сколько n10 значит сколько тузов осталось 4 минус n10 а сколько карт осталось почему 42 а до 42 потому что мы 10 открыли согласен да ты прав это нормально или непонятно откуда взялось точно какова вероятность того что карта номер 11 будет не туз при условии имеющиеся у меня информации ну да это соответственно будет из единички вычесть что там будет 38 до плюс n0 про по моему до делить на 42 сейчас если сложить то будет n0 и 10 уйдет и 4 плюс нормально до баланс окей обратите внимание кстати что вот обычная вероятность а это константа согласны а вероятность при условии какой-то сигма алгебры вот это что за объект и это случайная величина почему это случайно величина что здесь случайного в этой формуле числитель знаменатель даем действует случайно то есть важный момент точно так же как обычное мото ждание это одна константа то есть когда вы считаете мото ждание от x вы не можете сказать ну 7 с вероятностью 0 3 9 с вероятностью 0 7 это bad вот когда вы считаете просто мото ждание вы должны получить 5 или 5 с половиной а когда вы считаете условное мото ждание по сигма алгебре или условную вероятность по сигма алгебре у вас ответ может содержать случайные величины окей нормально ну хорошо давайте дальше посмотрим значит итак я могу открыть либо туза но это как карта номер 11 либо могу открыть не туза вероятности я уже нашел если я открою туза чему окажется равным x11 давайте думать я знаю n10 да я поставил себя в момент времени 10 значит если я открою еще одного туза то сколько процент тузов останется в неоткрытой части колоды если я открою туза то чему окажется равным x11 значит смотрите сейчас я открыл n10 тузов уже если карта номер 11 будет тузом то тузов я открою n10 плюс 1 правильно знать сколько там останется значит сколько останется сколько всего тузов в колоде да ну давай так и напишем 4 минус n10 плюс 1 чтобы было понятно откуда что взялось n10 я уже открыл плюс 1 открыл одиннадцатым шагом это сколько осталось и делить надо на сколько на 41 хорошо а если я открою на 11 ходу нету за то что останется в тузах 4 минус n10 делить на 41 ok значение мы знаем возможно x11 вероятности мы знаем поэтому мы можем почитать условно и мат ожидания считаем его точно так же как обычная только она условная и в ответе будет случайно величина еще раз почему у нас в ответе будет случайно величина потому что значение случайны и вероятности случайны и да то есть вот это потенциальное значение x11 я на какую вероятность умножил на вот эту вот это значение возможно x11 я умножу на какую вероятность На вторую? Ну давайте посчитаем. Значит, 4 минус n10 плюс 1 делить на 41 умножить на 4 минус n10 на 42, плюс 4 минус n10 на 41 умножить на 38 плюс n10 на 42. Согласны? Во, вот такое получилось мотожидание. Согласны? Ну как, я значение возможное умножаю на вероятность. Во-первых, замечаем опять, я подчеркиваю этот факт. Вот это, это константа или случайная величина? Случайная величина. Почему она случайна? Потому что от моей информации зависят и вероятности, и возможные значения. Но действительно здесь здорово упрощается. Видно, знаменатель 42, 41 за скобку, 4 минус n10 за скобку. Что осталось? Если вот это упростить, то как зовут? Денис говорит, что будет 4 минус n10 делить на 42. Нормально? Верим Денису? Ну просто вынести. Ну как? Ну 4 минус n10 за скобку видно выносится. 41 на 42 видно выносится. А это с этим, смотрите, n10 погибнет, 38 плюс 4 минус 1 будет 41. 41 сокращается, остается 42. Нормально? Окей. А теперь смотрите, магия. А что это такое? 4 минус n10 делить на 42. Это не что иное, как x10. Смотрите, что такое 4 минус n10? Это сколько тузов осталось там в колоде. А это сколько карт осталось неоткрытых. И поэтому, бах, мы доказали, что это x10. Это как раз как должно быть у Мартингала. Да. Окей? То есть, Карин, да? Ответ на то вопрос, что делать в домашке? Ну вместо 11 написать там b, тут будет b минус 1, b, ну как бы b и с b все решить. Вот. Ну или сказать, смотрите с десяткой, с 11 поверьте мне, что я тоже могу. Ну и в зависимости от настроения проверяющего, если проверяющий верит, что да, мозг. Вот. Окей? Соответственно, мы выяснили, что последовательность n0, n1, n2, n3 это что? Не Мартингал, а последовательность x1, x2, x3 это Мартингал. Ну мы как бы на десятке, мы как бы не совсем честно. Все-таки Карина права, это не совсем доказательство. Ну понятно, что это слишком редкое совпадение, если я тут напишу k, k плюс 1.